В эфире программа «Культура Хакасии» в студии Олеся Калиниченко. Здравствуйте! Национальный музей-заповедник Казановка готовит для своих посетителей новые экскурсии. В основу лягут итоги археологических раскопок и научной экспедиции, которые проводились на территории музея с 1996 года. Казановка и без того богата туристическими маршрутами и экскурсиями, но сотрудники музея обещают очередной раз удивить посетителей. Часть древних захоронений практически не тронута грабителями. Это древнее захоронение обнаружили типичным для Хакасии способом. Два археолога прогуливались по сельской дороге в районе Казановки и наткнулись на небольшие каменные выступы, которые оказались оградой могильника карасукской культуры. То, что здесь представлено на небольшом буквальном участке практически все типы оград карасукской культуры. Здесь есть и в каменных ящиках, есть наземные захоронения, есть круглые ограды, прямоугольные, квадратные, из вертикальных плит, из горизонтальных плит. То есть все разнообразие карасукской культуры, которую раскапывают на протяжении столетий, оказалось здесь на очень маленьком месте. Карасукская культура – самая распространенная на территории Хакаско-Минусинской котловины. Это эпоха поздней бронзы. Три с половиной тысячи лет назад здесь бурлила жизнь. Местность по тем временам была густо населена. Люди занимались разведением скота, знали земледелие, гончарное дело и бронзовую металлургию. Бронзовое украшение и оружие клали вместе с усопшими в могилу, а это привлекало древних грабителей. Была огромная плита, поэтому легко грабилась. Просто снимали плиту. В некоторых случаях просто толстая слепта, то делали дырку. И так видно, как рукой все захватывали. В основном грабили, конечно, из-за бронзы, потому что карасукскую культура – великолепная бронза. Из-за особенностей захоронения карасукскую культуру легко было грабить. Курганы невысокие, круглые ограды хорошо просматривались на поверхности. Николаю Баковенко с коллегами, можно сказать, повезло. Этот могильник разграблен частично. Несколько захоронений вообще были не тронуты. Это центральное такое сложное сооружение. Здесь 12 могил. Центральная была такая, видите, мощная ограда круглая. Здесь была захоронена женщина. Уколо 50 лет, видимо, отца. И вокруг тоже захоронены женщины и дети. Здесь как бы мужчина находится, он захороненец отдельно. Вот эти все ящики на восход солнца и на заход. Вот мы проделывали исследование, значит, 21 сентября, период равноденствия. Все могилы основные ориентированы на последний луч, который падает из-за горы. В 2012 году Министерство культуры Хакасии приняло решение о музеификации данного памятника археологии. Был выделен 1 миллион рублей на завершение раскопок и на создание здесь туристического маршрута. Это очень интересный памятник. Людей всегда тянет на таинственное какое-то. Всем хочется разгадать какие-то тайны. Особенно всех привлекает, конечно, археология. Что же там было в древности? Как жили люди? Как хоронили в частной РСМН-могильнике? Как хоронили? Каким способом? Что касается археологических находок, то все они уже отреставрированы и со временем будут представлены здесь же, в Казановке. Основой экспозиции составят прекрасная древняя керамика и бронзовые украшения. Личные украшения, различные серьги, песочные кольца, потом украшения пояса, различные бляшки. Здесь тоже опять-таки серьги. Они сделаны были из бронзы, потом из золотистой бронзы. Сейчас это вид у них такой темный, на самом деле золотистая бронза, напоминающая золото. Казановка – один из наиболее востребованных и интересных туристических мест Хакасии. Поток интересующихся древней культуры не иссякает даже зимой, не говоря про лето. Причем экскурсоводы отмечают, что с недавнего времени жители республики открывают для себя Хакасию. С каждым годом местных туристов становится больше. Что может быть полезнее чтения книг для духовного и интеллектуального роста человека? Только чтение книг на свежем воздухе. В Абакане уже не первый год работает летний читальный зал. Сотрудники Республиканской национальной библиотеки имени Доможакова каждую среду выходят на работу в парк Орленок. Летний читальный зал, можно сказать, совместный проект библиотекарей и читателей. В течение года люди приносят в дар библиотеке свои книги. Из них формируется часть фонда выездного читального зала. Специалисты добавляют сюда интересную периодику, детскую литературу. И всё это богатство раз в неделю, летом, вывозят в парк. Запросы читателей у нас очень разные. То есть, кто предпочитает классику, зарубежную, русскую классику. Кто-то спрашивает детективные романы, кто-то спрашивает романы обычные. То есть, запросы у нас очень разные. Летний читальный зал – это возможность не только полистать книгу на свежем воздухе. Если произведение понравилось, а дочитать не успели, книгу разрешено взять с собой. Также возможен обмен литературы. Я взял «Миграция животных». Тут сказано всё, о чём мигрируют. Ну как мигрируют животные и какие мигрируют. Куда они перелетают или бегают, или вообще переплывают. Мне больше нравится про динозавров книги. Интересное существо такое, старое, интересное. Летний читальный зал работает по средам, и я в эти дни по возможности стараюсь выбираться в парк, чтобы взять несколько книг. Сегодня я взяла три книги «Рассказы Куприна», я очень люблю классику, и «Расул Гамзатов». А сейчас я читаю стихотворение своего любимого автора Эдуарда Осадова. Несмотря на новые технологии, электронную литературу и электронные читальные залы, проект «Книги под открытым небом» получился душевным и, самое главное, востребованным среди горожан. В течение трёх месяцев в библиотеку в парке посещают десятки людей. Это дети, молодёжь, пенсионеры. Отказываться от удовольствия полистать бумажную книгу российский читатель пока не намерен. Писатель, драматург, переводчик Илья Топоев. Герой нашей постоянной рубрики «Писатели Хакасии». В его творческой копилке 15 пьес, юмористические рассказы, произведения для детей. Но своим главным трудом Илья Прокопьевич считает перевод Библии на хакасский язык. На эту работу у писателя ушло 20 лет. Если бы родителям Ильи Прокопьевича сказали, их сын будет известным писателем, они бы не удивились. С того момента, как Илья Топоев научился читать, он не выпускал книги из рук. И мы каждое лето, я считаю, что все эти школьные канюкулы проводил с овцами где-то в горах. И что там делать? Брал книги, полный мешок, весь мешок там, и читал. Пока овцы ходят, пасутся, я читал. И всё равно делать было нечего, и когда много читаешь. Несмотря на любовь к литературе, в юности Илья Прокопьевич мечтал быть профессиональным художником. Но не получилось. Затем молодого человека потянуло на таёжную романтику. Илья Топоев поступил на охотоведа, и здесь карьера не сложилась. В итоге он стал студентом хакасского отделения местного филфака. А затем продолжил учебу в Москве в литературном институте имени Горького. По специальности переводчик художественной литературы. В 91-м году ему предложили перевести Библию на хакасский язык. Работа в общей сложности заняла 20 лет. Это основная моя работа. Если бы даже я не написал других вещей, это только перевёл бы в Библию, это уже моё имя осталось как в истории нашей литературы. Потому что больше никто, наверное, думаю, не переведёт Библию. А Библия останется пока уже на долгие годы. И, наверное, это будет памятником сохранения хакасского языка. Таланта Ильи Прокопьевича хватило и на написание собственных произведений. Юмор и сатиры являются его основным писательским оружием. Этот творческий метод получил заслуженное признание читателей, литературных и театральных критиков. У меня отец был такой юморный. Но поэтому, когда дети, они там друг к другу в деревне соберутся и начнут там рассказывать, наверное, я тоже хохотовался. Потом, когда начал писать рассказы, я сразу быстро прославился. Потому что наш народ любит больше читать юмористически, чем серьёзные книги. Я люблю больше, чтобы люди смеялись. Я трагедии не смогу написать, кажется, что... Удачно сложилось у Ильи Прокопьевича карьера драматурга. Первая пьеса «Страдание и Кентия» и сразу «Попадание в десятку». Все четыре премьерных дня зал был полон. Алиса Алексеевна Козлацова говорит, что у меня скоро юбилей. Вот для меня специально пьесу напиши. Ну, я у меня как-то уже вдохновлённый. Я где-то тоже за две недели написал пьесу «Опора моя». До сих пор где-то идёт эта пьеса. Но эту пьесу они быстро поставили. Это режиссёр Андрей Сычаков. И потом пошло. И потом Четокен подключился. Они для меня говорят, давайте для детей сказки. Всего в театрах Хакасии поставлено 15 пьес для детей и взрослых. Сегодня Илья Топоев активно занимается общественной деятельностью. Он редактор двух детских журналов на хакасском языке. Возглавляет отдел литературы в газете «Хабар». И продолжает писать. В планах изложить историю Хакасии в доступной, увлекательной форме для детей. Интересно, что были иллюстрации. И обложка была. Сейчас возможность есть цветные обложки издавать. Сейчас действительно есть возможность издаваться, поэтому обижаться. Как бы нечего. Главное писать и писать. А издавать-то будут издавать. 15 августа в музее-заповеднике Казановка пройдет один из самых вкусных хакасских праздников «Алтынас». Опытные хозяйки будут готовить десятки блюд и напитков из самой традиционной хакасской еды – талгана. Организаторы обещают удивить новичков и поразить гурманов. О том, как прошел праздник «Золотое зерно» мы расскажем в следующей программе «Культура Хакасии», которая выйдет в эфир 19 августа. Всего вам доброго и до встречи!